Вам может понадобиться изменить порядок картриджей, если вы хотите использовать вашу СНПЧ на совместимой для нее модели печатающего устройства, но с другим порядком цветов. В нашем случае необходимо поменять местами желтый и пурпурный картриджи. Поднимите и поставьте блок картриджей над уровнем резервуара с чернилами. По очереди отсоедините каналы чернильного шлейфа от картриджей. Следите, чтобы носик не оставался в картридже. Дождитесь, пока уровень чернил в шлейфе опустится в среднем до уровня резервуара. С помощью фиксатора передавите чернильный шлейф. При помощи плоской отвертки снимите планку с чипами. Для этого поставьте блок картриджей в вертикальном положении на стол. Установите отвертку между планкой с чипами и выступом на картридже. Подденьте планку. Повторите для каждого картриджа. Снимите планку с чипами с картриджей. Теперь вы можете установить необходимую последовательность картриджей. Установите планку с чипами на место. Для этого установите под планку сначала три картриджа и надавите на планку до щелчка. Теперь установите четвертый картридж. Отсоедините носики от каналов шлейфа. Теперь необходимо откорректировать длину каналов шлейфа в соответствии с новым порядком картриджей. Разница длины каналов соседних картриджей составляет примерно 1 сантиметр. С помощью ножниц отрегулируйте длину каналов шлейфа. Установите носики на соответствующие каналы шлейфа и подсоедините к картриджам. Снимите фиксатор со шлейфа. Прокачаем воздух из шлейфа. С помощью плоской отвертки снимите силиконовую заглушку на одном из картриджей. Установите шприц в отверстие картриджа и откачивайте воздух до тех пор, пока чернила без пены не появятся в шприце. Повторите процедуру для всех картриджей. После этого СНПЧ готова к установке на новое печатающее устройство. Хорошей вам печати!